Сегодня в Хюмени прошел совместный рейд ГИБДД и Ространснадзора. Проверяли водители общественного транспорта, у которых с 1 июля обязательно должна быть лицензия на перевозку пассажиров. О результатах сегодняшнего мероприятия расскажет Анна Княжева. Лицензию обязаны получить все и компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, и те, кто использует транспорт для собственных нужд. Если в автобусе или машине более 8 посадочных мест, у водителя должна быть лицензия. Постановление правительства вступило в силу еще 1 марта этого года. Но перевозчикам дали время до конца июня, чтобы уладить все организационные моменты. Все должны иметь лицензию. К лицензии должно быть трансферное средство, которое занесено в реестр. Российский реестр занесено. Если трансферное средство занесено в реестр, значит это уже незаконные перевозки. Грозит до 200 тысяч штраф. А если повторно, это 400. Срок получения лицензии один день, говорят в Ространснадзоре. При условии, что все документы у предприятия в порядке. В Тюменской области, на Ямале и в Югре уже выдано почти полторы тысячи лицензий на перевозку пассажиров. 15 тысяч транспортных средств занесены в специальный реестр. Но лицензии не получили еще примерно 500 компаний на территории Большой Тюменской области. Сегодня на Московском тракте прошел совместный рейд сотрудников ГИБДД и Ространснадзора. Кроме лицензий проверяли и другие документы, а также смотрели техническое состояние автобусов. Такой пристальный интерес вызван не только изменениями в законодательстве, но и ростом ДТП с участием общественного транспорта. В этом году на территории Тюменской области увеличилось число ДТП с участием пассажирского транспорта. Произошло 166 ДТП. 6 человек погибли, 244 человека ранены. И это больше, чем в 2018 году. На территории юга нашего региона работает более 2,5 единиц общественного транспорта. Они выполняют более 700 маршрутов, перевозят десятки тысяч человек. Мы внимательно следим за тем, сколько нарушений есть у наших перевозчиков. Более того, контрактами, которые заключены на перевозку пассажиров, предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение определенных, в том числе и лицензионных требований. Но пока случаев лишения прав на перевозку пассажиров у тюменских перевозчиков не было. Во время сегодняшнего рейда нарушений тоже не обнаружили. У всех есть лицензии и другие необходимые документы. Но это далеко не последняя проверка, обещают в Ространснадзоре. Такие же в скором времени пройдут и на других тюменских трассах. Анна Княжева, Алексей Красных, Тюменское время.